Команда инженеров, химиков и электриков продемонстрировала потенциал дешевых простых топливных элементов на почвенных микробах SMFC, закопанных в землю, для питания электрохимического реактора, очищающего воду. Уже проверенная опытным путем концепция была продемонстрирована во время полевых испытаний на северо-востоке Бразилии. Выяснилось, что SMFC способны очищать около 3 литров воды в день, что достаточно для удовлетворения ежедневных потребностей человека в воде. Испытания проводились в Икапуе, рыбацкой деревне, расположенной в отдаленном полузасушливом месте, где основным источником питьевой воды является дождевая вода, а доступ к надежной электросети ограничен. Дождевая вода должна быть хлорирована, чтобы ее можно было пить. Однако неконтролируемое хлорирование не только вызывает неприятный вкус и запах, но и опасно для здоровья человека. Именно поэтому местные ученые были в поисках безопасных методов очистки воды. SMFC генерирует энергию за счет метаболической активности определенных микроорганизмов-электрогенов, естественным образом присутствующих в почве, которые способны переносить электроны за пределы своих клеток. Сама система состоит из двух углеродных электродов, расположенных на фиксированном расстоянии друг от друга, 4 см и подключенных к внешней цепи. Один электрод, анод, погружен в почву, а другой, катод, подвергается воздействию воздуха на ее поверхности. Электрогенные бактерии заполняют поверхность анодой, поглощая органические соединения, присутствующие в почве, они генерируют электроны. Эти электроны переносятся на анод и перемещаются к катоду через внешнюю цепь, генерируя электричество. Ученые отмечают, что важным элементом их проекта по безопасной и экономной очистке воды является обучение новым технологиям. Полевые работы проводились вместе с учениками начальной школы и их учителями в проблемном регионе Икапуи, Бразилия. Они были обучены принципам работы, установки и обслуживанию системы. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.